Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! Друзья, мы приветствуем вас в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени Белинского на открытии 4-й межрегиональной научно-практической конференции «Библиотека и формирование информационной культуры общества». Темой 2020 года стала общая для всех нас тема «Библиотека на гребне цифровой волны». И это действительно так. Мы все ощущаем сегодня те цифровые вызовы, которые стоят перед библиотеками и которые в какой-то мере решаются в рамках национального проекта культуры. Какие-то библиотеки самостоятельно решают проблемы. Но, как нам кажется, за эти два дня у нас очень много интересных тем для обсуждения и того, чтобы мы могли найти какие-то направления новые, пути решения. Наша конференция проводится в четвертый раз. И с 2013 года тематика ее, хотя находилась в одном приблизительно направлении, но тем не менее акценты менялись. Если начиналась наша конференция с проблем гражданского общества, библиотеки, участия в формировании правовой культуры, далее акценты сменялись на какие-то образовательные технологии. И тем не менее на всех конференциях всегда стоял вопрос компетенций библиотекаря, современных компетенций, которые позволяют работать в современных условиях. И, конечно, за эти годы, с 2013 года, изменилась вся окружающая нас среда, информационная среда. За это время мы можем сказать, что не только произошла цифровизация, но изменилась в некоторой степени сознание, действительная информационная культура общества, когда цифра стала неотъемлемой частью нашей жизни. И, естественно, я думаю, что очень важно обсудить это на конференциях такого уровня. Наша конференция проводится при поддержке Министерства культуры Свердловской области и Российской библиотечной ассоциации. И в этом году она у нас проводится при поддержке Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук. Я приветствую всех участников. Я рассчитываю на то, что эти два дня будут достаточно крайне полезны для всех нас, и что мы по окончании работы найдем для себя какие-то не просто новые подходы и инструменты, с которыми нам работать дальше, а сформируем некое представление вообще о том, как библиотеки на цифровой волне должны не просто, как сказать, плыть, находясь на этой волне, а успешно и эффективно работать. И я с удовольствием передаю слово для введения первой части конференции Юрию Юрьевичу Черному, кандидату философских наук, руководителю Центра изучения проблем информатики Института научной информации по общественным наукам РАН. Юрий Юрьевич, пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, прошло 8 лет с того момента, когда профессор Аркадий Васильевич Соколов на конференции «Крым-2012» выступил с докладом, посвященным библиофутурологии. Он, собственно, и ввел это понятие в отечественную науку. Тогда, в 2012 году, заявленная им тема выглядела несколько экзотически и уходила далеко в будущее. Но прошло совсем немного времени, и проблема будущего библиотеки, будущего книжной сферы стала актуальной и приобрела прикладной характер. Предмет библиофутурологических исследований, указывал Аркадий Васильевич Соколов, перспективы существования книжности в условиях глобальной техногенной цивилизации XXI века. Главная задача библиофутурологии – определение социальной миссии книжной коммуникации, оправдывающей ее востребованность и жизнеспособность в глобальной информационной среде. Библиофутурология понималась шире, чем библиотечная футурология, потому что она включала в себя также отрасли книгоиздания, книжной торговли, библиографии, журналистики и архивного дела. Сегодня в нашей стране действует несколько школ по цифровой трансформации библиотек. Я хочу упомянуть школы при Российской государственной библиотеке для молодежи, Российской государственной библиотеки, школы, которые проводят буквально в эти дни Национальная ассоциация библиотеки будущего. И по библиотечной традиции всегда делается упор на практику, на те лучшие примеры, кейсы, которые позволяют нам двигаться вперед. Мы хотели в программе этой конференции, я надеюсь, что это получится, в реальности ввести также теорию, может быть, не совсем привычную теорию, и столкнуть теорию с практикой. Посмотрим, что из этого получится. Поэтому два первых блока, точнее, первый блок экспертной обстречи, куда дует цифровой ветер, вызовы цифровой трансформации библиотек и батл жизни в онлайне наших SEO, но относятся больше к теории, они как будто пропахивают это поле. И три последующих блока, панельная дискуссия, образовательный бум, марафон культурных практик, библиотекарь на цифровой кухне и дискуссия цифровой дозор, как продвигать идеи медийно-информационной грамотности сегодня, будут преимущественно посвящены практике. Что еще я хотел бы сказать, что сегодня известен горизонт планирования трансформации библиотек. Это 2030 год, существует проект стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2030 года, разработанной Российской библиотечной ассоциацией, он еще не утвержден, но 2030 год, как и стратегии развития информационного общества Российской Федерации на 2017-2030 год, и 10 лет по нынешним меркам, это время достаточно длительное, за 10 лет много чего произойдет. Я хотел бы, чтобы еще раз повторюсь, чтобы на нашей конференции мы не только обменялись кейсами, интересными практиками, связанными с цифровой трансформацией, но и постарались выработать, и если не выработать, то продвинуться в сторону видения будущего, видения того, что будет происходить с глобальной информационной средой в эти 10 лет, и что ждет библиотеки. На мой взгляд, трансформация библиотек не должна отрицать то, что достигнуто в течение столетий, но даже тысячелетий библиотечного развития и столетий развития печатной коммуникации, библиотечной практики в лоне печатной коммуникации, и нам необходим мост между старым и новым. Для того, чтобы такой мост построить, нужно понимать не только старое, но и новое. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. И теперь я начинаю экспертную встречу, куда дует цифровой ветер, вызовы цифровой трансформации библиотек. И передаю слово Ирине Борисовне Мехновой, директору Российской государственной библиотеки для молодежи, вице-президенту Российской библиотечной ассоциации, члену Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку. Ирина Борисовна выступит на тему, как стать равными среди равных в цифровом сообществе. Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня слышно, да? Вот у меня такой... Почему я сама себя не слышу? Так, у меня такой вопрос. Мы работаем только в онлайне? Или вот сейчас Юрий Юрьевич сидит перед какой-то аудиторией? Юрий Юрьевич. Да, есть аудитория. Ну, сидит примерно 20 человек, может быть, 25, да. Ага, отлично. Итак, коллеги, ну, мне позволили первой выступать. Видимо, тема, как стать равными среди равных в цифровом сообществе, она, в общем, достаточно актуальна. Я думаю, что здесь речь идет даже не столь... Вот, ну, как мы говорим иногда, у человека есть три образа, да. Такое, каким он видит себя сам, каким его видят окружающие, какой он есть на самом деле. Вот то, какими мы видим себя сами библиотекарем, мы, в принципе, знаем, поскольку у нас в последнее время очень большое количество конференций, семинаров, общений и так далее, и так далее. И больше, может быть, вот меня сегодня беспокоит вопрос, какими видят нас те, в кем мы заинтересованы, и мы хотели бы, чтобы эти люди были заинтересованы в нас. Именно поэтому я, значит, сформулирую, как стать равными среди равных в цифровом сообществе. Не в обществе, а в сообществе. Надо сказать, что библиотекари, наверное, как многие, очень-очень быстро, когда они осваивают какую-то идею, проникаются, они очень быстро начинают идти вперед. Вот, в принципе, идея цифровизации библиотек, которая воплотилась в какой-то момент в теме цифрового кураторства, эта идея овладела сознанием библиотекарей, фактически ровно два года назад. То есть летом 2018 года, все мы знаем, появился проект пробстандарта цифрового кураторства. Мы расстроились от того, что не увидели библиотеки в этом профессиональном стандарте. Но скажу так, когда через месяц я общалась с директорами библиотек, там было много директоров, и задала им этот вопрос, готовы ли вы выступать в качестве цифровых кураторов, мне сказали, не готовы. Я спросила, почему? Был ответ. Мы вышли из формы. Я не буду объяснять, почему мы вышли из формы, вы все это знаете. Но ровно два года прошло с тех пор, а теперь мы в целом в форму эту вошли. И вот я сегодня утром подумала, что ровно два года назад, плюс три дня, то есть 11 октября 2018 года, у нас в библиотеке проходил молодежный конвент, и вот на этом молодежном конвенте у нас было выступление, посвященное новым, не профессиям, новому образу библиотекаря, социальное и цифровое кураторство. И вот на этом конвенте присутствовал тогда начальник департамента информационно-цифрового развития Министерства культуры Вадим Валерьевич Ваньков. В раму. А вы знаете, что именно в этот момент очень удачно все библиотеки стали частью, вернее, вошли в структуру этого, или в компетенцию этого департамента. Вот повторяю, ровно два года назад это произошло. Вот в последние месяцы мы решили посмотреть, что же произошло в стране вот за эти два года, как активизировались библиотеки, вот в части цифровых инициатив. Мы проходили столько, ну это же время очного взаимодействия, заочного, мы проходились по всем сайтам, по всем возможным, куда дотянулись наши руки, наши глаза, сайты библиотек. И на данный момент примерно 60 библиотек мы вычислили как библиотеки, которые активно занимаются проблемой, ну вот по меньшей мере цифрового взаимодействия, как воздействия на цифровые потребности, интересы населения. Вот вы видите, самые распространенные направления в библиотечной среде. Курсы компьютерные, это давние направления, для компьютерной и мобильной грамотности для старшего поколения, что очевидно, и обучение, работе с порталами госуслуг. Новые направления, которые появились в библиотеках, основы программирования, пропориентации в IT-сфере и цифровые компетенции, и архиважная цифровая безопасность. И вот в качестве одного из примеров, так сказать, участия в корпоративных проектах, участие в этих корпоративных проектах, это то, что есть проект компании Microsoft, который ведется уже два года, двойкурс IT для молодежи, и 10 библиотек в стране, активно участвуют в этом проекте. Вот в настоящий момент мы готовим анкету для того, чтобы уточнить все эти данные и расширить вот этот спектр или как свод библиотекам, которые очень активизировались в этом направлении, в настоящий момент активизировались в этом направлении. Но переход уже дальше. В тот момент, ну то есть ровно два года назад перед нами встало несколько задач. Мы попытались их как можно четче сформулировать. То есть задачи встраивания библиотек в цифровое сообщество, учитывая, что сообщество, это, ну, по меньшей мере, это люди, население, это власти, это наши партнеры, конкуренты в сфере учреждения, учреждения культуры, учреждения образования и огромный сегмент IT-сообщества, которое два года назад нас не видело в упор, и все мы это знаем. Вот задачи, которые мы сформулировали для себя, то есть это прежде всего, я не буду их перечислить, вы на экране видите, это прежде всего нужно привести в порядок себя, то есть у нас должны быть знания цифровой экономики, спасибо Юрию Юрьевичу Чернову, который активно в этом направлении работает, мы должны обучиться цифровым навыкам и обучиться тому, как учить затем или как консультировать население в этой части. Второе, это, конечно же, организация цифровой среды самой гидриотеки, без этого мы не можем реализовать посерьез никакие цифровые потребности наших пользователей, это встраивание наших, встраивание себя в инфраструктуру нашего региона, города, района, как действующих полноправных субъектов, формирование цифровых потребностей населения, для того, чтобы вот эти две задачи решить, необходимо, чтобы наши власти и общество в целом восприняли идею цифровизации библиотек как родную и содействовали всячески этому, и вот пример модельных библиотек говорит, что в принципе эта идея цифровизации библиотек уже начинает обладывать сознанием по меньшей мере местных властей, и дальше две позиции, на которых я хотела остановиться. Во-первых, необходимость выровнять ситуацию с уровнем цифровизации библиотек по сравнению с другими учреждениями культуры, которые вырвались и по времени, и по мощности вперед. В первую очередь, конечно, это касается музея, музейной сферы, та, на которую нам стоит ориентироваться. И второе, это и последнее вот в моей части, это формирование у компаний, у фирм, у всей среды, ну, у всего IT-сообщества отношения к библиотеке как равному партнеру, потому что одно дело, что мы, повторяюсь, думаем о себе, что думают от нас коллеги по нашему, допустим, культурной сфере, а другое дело, насколько всерьез нас воспринимают в качестве субъекта, способного активно работать в данном направлении, серьезные люди, принадлежащие к IT-сообществу. Вот на эти две вещи я хотела подчеркнуть. Вот, значит, первые шаги в рамках вот этих последних двух позиций, какие мы делали два года назад. Во-первых, тема цифрового кураторства. Когда мы, как и вы, обнаружили полное отсутствие библиотека, не только в самом профессиональном стандарте цифрового консультанта, или консультанта в области цифровой грамотности населения, то мы обнаружили также, что российское общество знания, которое инициировало, и, собственно говоря, основной разработчик этого профессионального стандарта, они в голове и не держали, они забыли про библиотеки. А раз они забыли, мы должны были напомнить. Поэтому вот в начале прошлого года мы подготовили большой материал, цифровые кураторы библиотеки, ищем точки пересечения. И вслед за этим у нас прошел всероссийский семинар цифровая грамотность и исследование библиотеки, на которой помимо очень серьезных, с помощью, кстати говоря, Вадима Валерьевича Ванькова, кроме руководителей очень серьезных IT-компаний, такого всероссийского уровня, мы пригласили инициаторов и разработчиков этого самого профессионального стандарта. У нас был и Валерий Кошкин, инициатор стандарта, и Андрей Вильчинский, и они на всю, на нашу аудиторию, на всю страну, поскольку шла трансляция, признали то, что библиотеки в действительности являются очень серьезными и, может быть, центровыми партнерами в этой части их работы, и у них очень серьезное намерение создания создавать именно на базе библиотек центры цифровой грамотности населения. Так, первый момент. Теперь следующие моменты, когда мы всерьез обратили, вернее, попытались, и, в общем, достаточно удачно, привлечь внимание к библиотекам IT-сообщества. Библиотечная школа цифровой грамотности второй год идет, и вот я попыталась сейчас на экране вывести преподавателей и неким образом их группировать. Вот три группировки, начиная с Владимира Определенного, это наши крутые партнеры, музейщики, цифровые технологии которых очень продвинутые, и им есть о чем разговаривать с нами. И вот если Владимир Определенов, заместитель директора Музея изобразительного искусства по информатизации, вначале не думал о библиотеках, то сейчас он, я честно скажу, это вот на Тавриде, он был на Тавриде, он теперь стал апологетом библиотек, и очень хорошо понимает. Вот два представителя чисто IT-фирмы, очень серьезные специалисты, руководители юридической фирмы по цифровой безопасности, по теме цифровой безопасности, социолог МГУ, доктор наук, он специалист по цифровой, сейчас скажу, по теме цифровые потребности молодежи, детей молодежи. И еще два специалиста. Но я хотела обратить внимание вот на Дамира Халилова. Вот здесь Денисова и Халилов, это люди, представляющие сетевое сообщество, крутые специалисты. Денисова Юлия, она преподает в высшей школе экономики, и, сейчас скажу, преподаватель программы интернет-маркетинговая коммуникация. А Дамир Халилов, он очень крутой СММщик, известный, да, известный очень многим тем, кто работает сетью. Одним словом, мы попытались, и вот представители библиотечного сообщества, мы попытались в рамках этой школы привлечь специалистов не библиотечного профиля, которые проявляют лояльность к библиотекам, а после того, как они участвовали в этой школе, у них это утроилась, лояльность. Значит, определенную миссию в направлении привлечения внимания интернет-сообщества и IT-сообщества к библиотекам здесь тоже была выполнена. Теперь третья версия. Разработка библиотечных форм работы с молодежью по профориентации в части на профессии, ориентации на профессии цифрового сообщества, цифрового общества, и в частности, подготовка цифровых или интернет-волонтеров. Мы считаем, что это тоже наши партнеры, профориентаторы, и у них уже есть отработанные методики, и в частности, есть такой национальный чемпионат профессии предпринимательских и карьеры России, и вот в рамках этого национального чемпионата два года назад мы провели небольшой хакатон, ориентированный на цифровые профессии. А вот то, что сегодня, ну, недавно сделала Белинка, это очень мощный хакатон, но именно в том же направлении. И мы считаем, что с этим предстоит нам работать библиотекам. То, что касается интернет-волонтеров, это совершенно новая тема, она не отработана, как подступиться, мы пока не знаем, поскольку интернет-волонтеры это самая закрытая волонтерская группа, но тем не менее, все равно перед нами будет стоять задача в том, чтобы из числа по меньшей мере молодежи мы нашли себе помощников в обучении населения цифровой грамотности, такие и есть помощники, и в проведении мероприятий по подвижению идей цифровой культуры. Безусловно, нам предстоит работать с ассоциацией волонтерских центров, и мы уже знаем некоторых IT-партнеров, которые готовы в эту тему включиться. Теперь следующее, вот здесь у меня две еще версии, это еще одна, всероссийская образовательная акция цифровой диктант, это же тоже способ библиотек встроиться в очень большие проекты, всероссийские проекты, которые ведут IT, которые ведет IT-сообщество. В частности, цифровой диктант, он что-то случилось с видео, да? В качестве информационных партнеров. И до карантина... Надеемся, сейчас восстановится, да, трансляция. Библиотеки в ученой форме приняли участие в этом цифровом диктанте, но это очень большая всероссийская акция, и чем больше библиотек будет выступать в следующий год, снова будет этот цифровой диктант, чем больше библиотек выступит в качестве общественной площадки для него, тем скорее библиотеки будут восприниматься в обществе как элемент, равноправный субъект IT-сообщества. И вот последняя версия это проведение всероссийских мероприятий, акций, конкурсов и прочее, посвященных цифровой экономике. То, что мы железно планируем провести в конце следующего года это молодежная неделя цифровых технологий. И убеждены, поскольку это неделя, поэтому до этой недели мы в течение полугода вместе с IT-компаниями будем помогать библиотекам и подсказывать библиотекам, как лучше им найти общий язык со своими IT-компаниями и в каких форматах можно реализовать эту неделю. А единый день информационной грамотности это наша перспектива, это тоже ударная вещь, над этим мы думаем и опять же не одни, а совместно с нашими коллегами. И последнее, что я хочу сказать, вы все знаете, 9 октября вышел приказ по Министерству культуры о создании Совета Министерства культуры по цифровому развитию и информационных технологий. руководит Президиум этого Совета Сензов Максим Юрьевич это заместитель министра культуры и инициатор и организатор Вадим Валерьевич Майков директор департамента информационно-цифрового развития и нам очень приятно даже не как РГБМ а как часть библиотечного сообщества то, что наряду с министрами культуры региональными очень крупными руководителями очень крупных IT-компаний и представителями всех всех отраслей культуры там правда по одному человеку от каждой отрасли в этот президент Совета вошли представители два представителя от библиотечного сообщества Шубина Михаил Шубин это российская государственная библиотека и это больше направление таких крупных всероссийских проектов уровня НЭП и Антон Пурник руководитель информационно-технологического комплекса российской государственной библиотеки для молодежи а это все-таки мы представляем мы ближе как мы ближе мы как и вы ближе к земле потому что земля это наши люди наше население вот и раз два человека от библиотечной сферы вошли в президиум этого совета то мы очень-очень рассчитываем а во-первых знать что происходит на этом информационно-цифровом фронте в стране не всегда будем знать и во-вторых мы сможем повлиять на общую ситуацию и включить наши проблемы в так сделать наши проблемы частью интересов по меньшей мере этого совета и в принципе страны все коллеги из большое спасибо Ирина Борисовна наш формат работы не предусматривает вопросов и ответов но предусматривает мои комментарии я хочу сказать что убедительно показали что за два года тема цифровизации библиотеках и работа с населением от уровня это не наше мы этим не занимаемся цифровая трансформация это не наша стала ну точнее говоря привела к успехам которые даже оспаривать никак не представляется возможным то есть я знал о некоторых направлениях а вы рассказали о других о многих других и это замечательно я думал о том что в вашей большой библиотеке есть масса обычной библиотечной работы масса мероприятий а это же еще один уровень и вы показали на личном примере ваш коллектив показал что это возможно делать и если возможно делать у вас значит возможно и у других Юрий Ильич у нас же библиотеки все разные уровни мы федеральный методический центр и поэтому у нас такой уровень и мы должны и стараемся ну не заботиться а проникаться интересами библиотек всех других уровней региональная библиотека проникается интересами библиотек своего региона городская своего города а вместе мы можем проникаться интересами на межрегиональном всероссийском и прочих уровнях мы все взаимодействуем действия спасибо большое Ирина Борисовна уважаемые коллеги мы движемся дальше я передаю слово Елене Олеговне Чувашовой ведущему методисту научно-методического отдела российской национальной библиотеки город Санкт-Петербург Елена Олеговна выступит на тему о методическом сопровождении национального проекта культура в части создания модельных библиотек опыт российской национальной библиотеки пожалуйста спасибо научно-методический отдел который я представляю изучает актуальные проблемы трансформации библиотек среди прочего это конечно и модельные библиотеки создание которых процесс создания которых начался еще в 2000-е годы часть тех библиотек были созданы и практически сразу забыты некоторые уже лишились своего статуса какие-то даже закрылись так как одной из тем сегодняшней конференции является цифровые инструменты онлайн сервисы я постараюсь на примере нашего инструмента корпоративной полнотекстовой базы данных центральной библиотеки субъектов российской федерации показать региональную составляющую национального проекта культура что мы видим в документах региона какой можем поставить диагноз опираясь на материалы которые они нам присылают и что мы получаем в своей виртуальной методической лаборатории так у меня презентация есть хорошо актуальные материалы и документы связанные с созданием модельных библиотек мы собираем в новой рубрике которая называется национальный проект культура раздел состоит из нескольких рубрик указы распоряжения постановления подписанные на самом высоком уровне власти находятся в разделе президент правительства Российской Федерации решение об объявлении победителей и указания к статистической отчетности концепции находятся в одноименной рубрике Министерства культуры Российской Федерации но особого внимания заслуживает раздел информация аналитика консультации там вы найдете материалы которые создаются научно-методическим отделом давайте обратимся к одному из недавно размещенных документов это результат экспертного опроса который организовал сектор изучения библиотечных фондов научно-методического отдела называется комплектование фондов модельных библиотек первый опыт между прочим анализ результатов позволил вычленить ряд важных проблем их вы видите на сайте но они указаны и на нашем сайте вы можете перейти по ссылке новый раздел о нацпроекте содержит новости информация о создании в библиотеках виртуальных концертных залов список полезных ресурсов сети интернет и информация о повышении квалификации РНБ о модельных библиотеках хорошо написаны в рубрике библиотечная аналитика в ежегодных аналитических обзорах деятельности которые мы получаем на конкурс от центральных библиотек Российской Федерации на основе этих отчетов научно-методический отдел формирует готовит свой мониторинг в котором вы найдете информацию как о модельных библиотеках так и доли библиотек которые соответствуют модельному стандарту судить о цифровых трансформациях невозможно не оценив ситуацию с которой мы имеем дело без обращения к статистике предлагаю обратить внимание на слайд тут указаны некоторые выдержки из справки по динамике основных показателей которые в сентябре мы разместили на нашем сайте вы видите что общедоступных библиотек в нашей стране 41,5 тысячи из них 6 тысяч библиотек находятся в структуре культурно-досуговых учреждений 315 библиотек мы потеряли в 2019 году цифры не видно но я их вам все прочитаю модельных библиотек в нашей стране 3600 из них 330 библиотек модельных библиотек было открыто в 2019 году из них только 134 библиотеки модельные было открыто в рамках национального проекта остальные открылись за счет региональных проектов и муниципальных число библиотек с интернетом в прошлом году у нас возросло на 1358 и сейчас 85,5% библиотек России имеют интернет число библиотек со своим интернет-представительством также увеличилось и теперь это почти 20% а вот число библиотек создающих электронные каталоги и электронные библиотеки это количество уменьшилось библиотек с электронными каталогами у нас 8,5% а библиотек которые создают электронные библиотеки их всего лишь 2,8% финансирование на оборудование и информатизацию в прошлом году увеличилось да и в принципе библиотеки потратили на 5 миллиардов больше всего потратили в прошлом году на зарплату и остальные нужды 74,4 миллиарда но нужно сказать что эта сумма очень маленькая для того чтобы мы эффективно могли развиваться эта сумма должна быть как минимум вдвое увеличена чтобы хватило и на комплектование фондов и на поддержание материально-технической базы еще воспользовавшись своей методической лабораторией мы подсчитали одну очень важную цифру которую вы не найдете в 6 НК этот показатель был убран на основе визиток вручную мы узнали что у нас в России 5000 библиотек вообще не имеет компьютера и мы должны понимать что какие-то библиотеки до сих пор работают в рукописном формате теперь мы опять обратимся к модельным библиотекам которые создавались в рамках нацпроекта и посмотрим что же они приобретают для создания современной инфраструктуры в первую очередь это конечно подключение к интернету покупка компьютерного оборудования электронные ресурсы национальная электронная библиотека электронная детская библиотека Литрес оформляют RFID подключается Wi-Fi в Чечне например Wi-Fi есть только в модельных библиотеках в Новосибирской области все модельные библиотеки перешли на автоматизированную запись читателей часть модельных библиотек приступила к оцифровке фонда такие примеры есть в Челябинской и Псковской области закупаются устройства для книговыдачи электронные читательские билеты интерактивные столы сенсорные информационные киоски шлемы виртуальной реальности моноблоки планшеты 3D принтеры и 3D сканеры в обновленных библиотеках стало возможным проведение онлайн трансляции онлайн конференций из необычного в 2020 году в Майкопе была открыта модельная библиотека в которую закупили телескоп интерактивный планетарий и умную песочницу в 2019 году 38 из 134 открытых библиотек автоматизировали книговыдачу и 34 внедрили электронный читательский билет но вот когда я готовилась к этой конференции я решила посмотреть как выглядит оборудование которое закупают модельные библиотеки и честно говоря я сама бы не сразу догадалась что для чего может пригодиться но это очень интересно выглядит космически мы видим что значительные средства выделяются на улучшение базовых потребностей помещения, оборудования, электронные ресурсы но мы понимаем что технологии создают платформу для продвижения в сторону цифровизации но без обучения и навыков оно ничего не дает обратим внимание на содержательную сторону обновления что с кадрами что с обучающими мероприятиями сначала скажу что учебный центр РНБ организует курсы повышения квалификации о них вы можете узнать перейдя по QR-коду и продолжу про модельные библиотеки основываясь на материалах аналитических отчетов мы видим что сотрудники проектных офисов победители нацпроекта культура участники проекта творческие люди прошли обучение на базе федеральных библиотек федеральных вузов культуры темы обучения были примерно такие организация цифровой среды библиотеки консультирования в области развития цифровой грамотности населения детской библиотеков цифровой среде и медиапространстве в 2019 году многие библиотеки областные центральные библиотеки субъектов федерации посвятили советы директоров обсуждению работы в рамках национального проекта культура мы посчитали что 43 региона указали что они проводили мероприятия региональные конференции совещания посвященные модельным В большинстве своем эти мероприятия касались формальной стороны вопроса. Это условия участия в проекте, правила оформления заявочной документации, отчетность, планирование. В Калининграде состоялась уже шестая сессия школы сельской модельной библиотеки. На базе Кемеровской библиотеки состоялся круглый стол с таким любопытным названием «Библиотеки Кузбасса в условиях цифровизации культуры. Новые модельные библиотеки, новые технологии, новая ментальность библиотекаря». В прошлом году в рамках форума публичных библиотек на базе первой модельной библиотеки в Ленинградской области состоялся круглый стол муниципальной библиотеки нового поколения «Региональный взгляд». В этом году форум состоится. Подробнее о нем вы можете узнать по QR-коду. Прошу обратить внимание также на конференцию, которая состоится 3-4 декабря в Российской национальной библиотеке. Называется «Читатель, пользователь, клиент. Новые модели библиотечного обслуживания». Вернемся к сайту. Обращаю ваше внимание на раздел «Региональная составляющая национального проекта «Культура», в которую мы собираем ссылки на поступившие в базу полнотекстовые материалы от регионов, которые отражают опыт работы с модельными библиотеками. Это и модельные стандарты, методические рекомендации, приказы, положения о создании проектных офисов и модельных библиотек, правила предоставления трансфертов, описание своего опыта. Периодически на сайте мы публикуем заметку о новых поступлениях, она же идет в рассылку новостей. Если вы хотите получать такую рассылку о новых материалах в модельных библиотеках, вы можете подписаться, также перейдя по QR-коду. На слайде представлены материалы, которые мы получили в последнее время, такие новиночки. На основе подобных материалов недавно научно-техническим отделом было составлено положение модельных библиотек. В настоящее время проект еще обсуждается, вы также можете принять в нем обсуждение, либо почитать отзывы региональных библиотек, которые на него поступили. Он находится на первой страничке нашего сайта, первой строкой. В первый год реализации проекта мы видим, что библиотеки решают вопросы выживания. К сожалению, в концепциях вписываются до сих пор задачи развлекательного характера. Библиотеки продолжают использовать шаблонные решения при планировании дизайна, должны признать и низкий уровень применения новых информационных технологий. На самом деле только единицы устанавливали себе RFID-технологии, закупали технику для обработки больших массивов информации. Об автоматизации иногда просто не приходилось хлопотать, так как деньги уходили на ремонт, покупку книг и компьютерного оборудования. В попытке проанализировать катализирующий эффект, о котором говорит Министерство культуры, мы выделили частные ситуации, изучили проекты региональные и муниципальные, которые способствуют модернизации библиотек России. В аналитических обзорах 45 регионов из 79 анализируемых работ мы нашли наличие программы, проектов, направленных на модернизацию. Программы существенно различаются и по сумме вложений, и по подходу к модернизации. Выделяется на одну библиотеку от 600 тысяч рублей, как в Ульяновской области, до 8 миллионов, как в Вологодской области. Кто-то ставит себе целью модернизировать равное количество библиотек в равном количестве регионов. Это, например, в Рязани две библиотеки в 10 районах области. А кто-то организовывает конкурс, например, Пермский край. Иногда регион поддерживает заявки, которые не прошли нацпроект, но являются достойными того, чтобы их реализовать. Например, в Челябинской области в прошлом году три библиотеки, не попавшие по баллам в нацпроект культура, получили областной грант общей суммой на 10 миллионов рублей. В этом году мы не можем перенимать опыт друг у друга очно и не имеем возможности свободно передвигаться по стране и посещать библиотеки. Мне кажется, что важно не просто рационально воспринимать информацию, но и создавать информационное поле, иметь осознанную позицию внутри своего дела и стараться повлиять на степень успешности нашего общества в целом. Важным подспорьем в рассмотрении многих вопросов в современных условиях становятся электронные ресурсы. Для дополнительного обмена опытом и идеями оптимизации своей деятельности по созданию модельных библиотек нового поколения весьма полезным может оказаться наш проект «Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации», который Российская национальная библиотека курирует, но создается он вместе с 82 партнерами, центральными библиотеками субъектов Российской Федерации, за что мы их очень благодарим. Также благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо большое, Елена Олеговна. У меня такой вопрос. На фоне того, что вы рассказывали, я еще острее почувствовал уникальность того прорыва, о котором говорила Ирина Борисовна в своем выступлении. Вот у меня такое ощущение, что модельные библиотеки тяготеют к образу, скорее характерному для нулевых годов, чем 2010-х или смотрящих в будущее. Я правильно понимаю? Это смотря с чем мы будем сравнивать. Если мы будем сравнивать библиотеки России с библиотеками развитых европейских государств, то, возможно, да, возможно, мы пока немножечко отстаем. Если говорим о сельских библиотеках, то они пока просто выходят на уровень, который будет как-то решать задачи общества, в которых они живут. Но на самом деле внутри небольших сел и деревень, библиотеки, которые по нацпроекту реализовываются, это, конечно, какой-то космос и какое-то будущее для того времени. Смотря с чем мы сравниваем. С одной стороны, это прорыв, и это хорошо, но с другой стороны, этого очень мало. То, что в нацпроекте 660 библиотек планируется открыть, это полтора процента библиотек России. Это такая крошка, это совершенно невозможно представить. И если не будет этого катализирующего эффекта нацпроекта, то мы практически не изменимся, и трансформация серьезная не произойдет. Надеемся на регионы, надеемся на библиотекарей, которые смогут хорошо выстроить диалог с муниципалитетами, с властью, которые их поддержат, нас поддержат, услышат. Как говорится, будущее уже здесь, но оно распределено неравномерно, да? Вы сказали полтора процента. Это значит, что в своих регионах модельные библиотеки могут и, наверное, должны стать флагманами цифровой трансформации, то есть по этой цепочке от РГБМ, от других библиотек передавать эстафету? Да, на это и надеемся. Ну вот наша позиция научно-технического отдела, чтобы на центральной библиотеке, районной центральной библиотеке, как-то больше обращали внимание. Бывает такое, что центральная районная библиотека еще не обновлена, не доведена до модельного стандарта и находится в плачевном состоянии, а библиотека малая, которая ей подчинена, она вот уже до модельного обновлена. Но было бы хорошо, чтобы пример был все-таки в центральной библиотеке района, и тогда она бы смогла действительно выполнять роль флагмана. Пока сложно, вот с самого низа наверх двигаться немножко тяжеловато. Большое спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, теперь мы прослушаем выступление мультимодальное чтение в библиотеке Маргариты Юрьевны Гудовой, доктора культурологии, кандидата философских наук, профессора кафедры истории, философии, философской антропологии, эстетики и теории культуры Уральского федерального университета, город Екатеринбург. Это будет выступление в записи. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я благодарю вас за то, что вы пригласили меня выступить на экспертной сессии. Для меня это тем более приятно, что мои научные интересы как раз находятся в сфере чтения и развития библиотек. Сегодня я предлагаю вашему вниманию мое выступление на тему мультимодальное чтение и мультимодальные библиотеки. Почему мне кажется, что такое выступление актуально? Потому что библиотеки в очередной раз попали в центр цивилизационно-культурного взрыва. И точно так же, как при рождении христианства, точно так же, как при рождении и падении империи, библиотеки оказываются в центре самых разных тенденций, которые одни стремятся к их развитию, другие к их разрушению и закрытию. К сожалению, сегодня мы очень часто слышим слова о том, что мы живем в ту эпоху, когда наступает конец бумаги, когда наступает конец чернил, когда наступает конец книги. Однако мы с вами должны встать на принципиально другие научные позиции для того, чтобы отстоять свое место в этом мире, для того, чтобы осознать свою уникальность и самоценность, а также для того, чтобы осуществить с успехом свою культурно-цивилизационную миссию. Исходной методологией для объяснения того, какова роль библиотек в новой реальности, является методология мультимодальной теории. Мультимодальную теорию разработал в Великобритании выдающийся семиотик и семиолог Гюнтер Крес, а в России мультимодальная теория стала последовательным развитием теории структуралистской семиотики с новоположником, которой был Юрий Михайлович Лотман. Сегодня мультимодальная теория говорит нам о том, что мы вступаем в новую эпоху, эпоху мультимодальной грамотности. Это та эпоха, когда свои мысли человек выражает не только на письме и при помощи букв, но выражает при помощи знаков различной природы, знаков всех органов чувств, которые могут знаки воспринимать и различать. Соответственно, сегодня мы имеем дело не только с простыми вербальными или математическими текстами, сегодня мы имеем дело с текстами сложной природы. И вот попытки определить тексты сложной природы, они в науке происходили неоднократно. И сегодня вы можете встретить определение креализованных текстов, то есть текстов, фактура которых состоит из двух негомогенных частей, вербальной и визуальной. Точно так же были попытки определить, дать простое определение сложных текстов в качестве поликодовых текстов, тех случаев сочетания естественного языкового кода с кодом какой-либо другой семиотической системы, рисунка, музыки и так далее. Соответственно, уже в 90-е и 2000-е годы ученые стали давать более сложные определения. И к таким определениям относятся определения семиотически осложненного текста, семиотически обогащенного текста, паралингвистически активного текста и дисплейного текста. Вот последнее определение было дано академикам Костомаровым и связано с тем, что основную часть текста, в том числе вербальных, мы воспринимаем сегодня с экранов. Экранов наших компьютеров, телевизоров, гаджетов, которые носим с собой. И, соответственно, меняется и природа текстов, и механизмы их восприятия. Итак, для нас, когда мы с вами говорим, что основополагающей теорией является теория мультимодальности, ключевым вопросом является вопрос Гюнтера Креса. Что такое mode? Что такое способ? Соответственно, модальность – это тип внешнего стимула, воспринимаемого одним из чувств человека. В первую очередь, все знаки семиотики обращены либо к человеческому зрению, либо к слуху. Соответственно, мультимодальный текст соединяет в себе различные семиотические коды, требующие актуализации сразу нескольких каналов восприятия. Соответственно, современный текст нашего гаджета мы воспринимаем не только при помощи органов зрения, но если это видео на фейсбуке, в ватсапе или в тиктоке, мы это воспринимаем при помощи органов слуха, точно так же мы можем воспринимать этот текст и управлять им при помощи сенсорной активности. Соответственно, тому, что изменяется природа текста, изменяется на сегодня природа и изданий. И эти издания нуждаются также в своем коллекционировании, сохранении, передаче, потому что они становятся в современной культуре такими же артефактами, памятниками культуры, как на протяжении тысячелетий были книги. Что относится сегодня к мультимодальным изданиям? В первую очередь, это электронные сетевые и несетевые издания. К электронным сетевым изданиям, как вы знаете, сегодня относится и огромное количество общественно-политической литературы, литературы для досуга, сюда относятся издания научные. Все большее количество научных журналов становится мультимодальным. Мультимодальность отличает журналы, научные, относящиеся к первому квартелю, систем индексирования международных, таких как Nature или других, в частности, журнала, издаваемого в Санкт-Петербургском университете, культуры и технологии. Что значит мультимодальный журнал? Это значит, что статьи этого журнала представлены в трех форматах. Статьи этого журнала можно прочитать, статьи этого журнала можно прослушать в качестве аудиозаписи, и можно прослушать лекцию и посмотреть ученого, написавшего эту статью, в форме видеолекции. Соответственно, аудитория таких журналов расширяется. Почему? Потому что мы с вами понимаем, что в современном научном сообществе время для чтения, собственно говоря, вербального, оно очень затратно, и, соответственно, аудиальное восприятие сегодня становится более популярным, аудиочтение, в силу своей экономичности. А видеочтение, просмотры видеороликов, оно становится еще более востребованным, потому что создает эффект присутствия на лекции того или иного ученого. Соответственно, помимо мультимодальных научных журналов, к мультимодальным изданиям сегодня относятся открытые электронные курсы. Электронные открытые курсы создаются сегодня на платформе практически всех ведущих университетов мира. И очень многие университетские библиотеки стоят сегодня перед дилеммой, что же, собственно говоря, им хранить, с чем работать, с какими ресурсами. Работать по-прежнему с книгой и бумажными изданиями, или же работать с электронными курсами, тем более что очень многие авторы электронных курсов считают, что все эти тексты, которые нужны по тому или иному предмету, уже заложены в виде хрестоматии учебников в эти курсы. И, конечно, мы понимаем, что университетские библиотеки попадают в связи с этим в очень сложную ситуацию. Четвертый вид мультимодальных изданий – это, собственно говоря, открытые лекции и дискуссии. Это те видео-лекции, которые ученые публикуют в Ютубе. Это те дискуссии, которые мы проводим в формате конференции, там же выкладываем. И, соответственно, мы с вами понимаем, что это те интеллектуальные материалы, которые также нуждаются в каких-то институциях для хранения. Идеальной институцией для работы с такими материалами являются мультимодальные библиотеки. На одной из фотографий представлено рабочее место мультимодальной библиотеки, на другой фотографии, собственно говоря, зданий. И новые технологии, они, что называется, с успехом помещаются в здания классических библиотек. Нет никакого противоречия между тем, что библиотека является центром сохранения знаний и информации в виде книги, и тем, что сегодня книга становится мультимодальной. Если мы стоим на основе теории мультимодальности, мы говорим, что современная библиотека, она должна стать тем местом, где будут собираться и накапливаться те знания, которые существуют в вербальной форме, в аудиальной форме, те знания, которые существуют в форме сенсорной. Как ни странно, мы должны сказать, что, может быть, наиболее к этому готовы специализированные библиотеки для людей с ограниченными возможностями восприятия. Почему? Потому что для них привычно работать с текстами и оборудованием для мультимодального перевода. Но сущность библиотеки, что такое мультимодальная библиотека, это, конечно, сегодня вопрос для учёных. Почему? Потому что они говорят, что библиотека уделяет меньше внимания книге, а больше притягивая к себе аудиоматериалы, видеоматериалы, сенсорные материалы. Она становится центром хранилища информации вообще и трансформируется из библиотеки в инфотеку. А другая часть учёных предлагает сегодня библиотеки вот такие мультимодальные рассматривать в качестве либеротеки, то есть библиотеки должны повысить свой статус и стать тем центром, в котором будут развиваться разнообразные гуманитарные науки и искусства, а библиотека будет сохранять артефакты, несущие информацию необходимую учёным в самых разных формах, способах или модальностях. То есть библиотеки должны стать мультимодальными. Спасибо. Маргарита Юрьевна затронула важный вопрос, на который трудно дать ответ сегодня однозначный. Какой мы делаем выбор в пользу печатной книги, в пользу мультимодальных текстов, наверное, он решается и в каждом конкретном случае по-разному. И я очень рад, что на нашей экспертной встрече был затронут и этот аспект цифровой трансформации библиотек, связанный с трансформацией самих документов и потребностей пользователей. Следующее выступление сделает Надежда Юрьевна Соколова, старший научный сотрудник Центра по изучению проблем информатики и НИОНРАН. Её выступление называется «Библиотека и читатель. Цифровую эпоху. Аспекты взаимодействия и взаимовлияния». Здравствуйте, дорогие коллеги. Слышно меня? Слышно хорошо. Ну, мой доклад, как представляется, лишь дополнит выступление предыдущих коллег, потому что были затронуты очень важные аспекты жизни библиотек в цифровую эпоху, их судьбы, их назначения, как уже было сказано, что для нас является цифровой средой, что она такое из себя представляет. Наши новые технологии уже везде вокруг нас. Мы уже пользуемся телефонами, можем нажать кнопку, вызвать такси, заказать еду в магазине, не выходя из дома, с помощью устройства скачать и прочесть электронную книгу, развернуть интерактивную карту местности или города. И создается такое впечатление, что эти технологии, они как бы возникают неоткуда и значительно упрощают, даже обогащают нашу жизнь, делают её интереснее, делают её насыщеннее. И можно констатировать, что изменение информационной, в том числе такой медиа-среды, и влияет на нас самих. Мы полагаем, что остались прежними, но сменили инструменты для работы и общения, посетневность жизни. Но, однако, это не так. Вспомним канадского учёного-футуролога маршала Маклюина. Он называл это нарциссическим наркозом. И человек не замечает психогенных и социальных последствий новых технологий, считает их, само собой, разумеющимися, как рыба не замечает воды, в которой плавают. В результате вот это новое мироустройство, эти новые технологии, входят в нашу жизнь и становятся для нас невидимыми. И таким образом, используя эти новые гаджеты, эти устройства, мы пускаем эти новые технологии внутрь себя, бессознательно, и становимся уже готовыми, предустановленными к появлению всё более продвинутого, более технологичного поколения этих гаджетов. Мы уже хотим более новые эти гаджеты, хотим пользоваться новинками этих технологий. Таким образом, человек постепенно адаптируется к этим новым введениям, как-то к чему-то само собой разумеющимся. Он перестаёт замечать, как это окружающие его привычные предметные среда. Она незрима, но неумолимо меняется. Вспомним здесь немецкого экономиста Клауса Шваба и его фундаментальное исследование «Четвёртая промышленная революция», где он определяет три главных тренда дальнейшего развития общества. Это три блока – физический, цифровой и биологический. И главным из них является цифровой блок, призванный создать мост между физической, цифровой и цифровой реальностью. И в настоящее время исследователи в области информационных технологий связывают наступление «Четвёртой промышленной революции» с массовым внедрением во все сферы жизни общества, прежде всего в производстве так называемых киберфизических систем. И такая система является результатом интеграции вычислительной технологической компоненты с любыми физическими объектами, включая биологические и рукотворные. И сегодня непосредственно управление жизнью людей практически полностью подпало под юридикцию таких киберфизических систем, которые уже стали интеллектуальными. В том числе это касается и сферы культуры, это и создание умных городов, и социальных сетей сообщества, и мобильная связь, и управление государственными структурами, и многое-многое другое. И таким образом все наше окружение, и вся наша среда потихоньку меняется, и приобретается в единых киберфизических системах. И, соответственно, это все выражается уже на уровне государственных документов. То, что нам нужно просто принять, соответственно, двигаться дальше. Что же библиотеки? Как уже упоминалось в предыдущих докладах, здесь уже становятся вопросы на форумах, постоянно звучат. Цифра, бумага, соотношение их в предпочтениях современного читателя, судьба библиотеки в нашу информационную эпоху. Постоянно звучат эти дискуссии на профессиональных форумах и в СМИ. Вот у меня есть данные по 2017 году. Опрос в ЦУМ показал, что 35% читателей сказали, что берут книги в домашней библиотеке, столько же качают из интернета, пользуясь в том числе и платными ресурсами. По 24% наших соотечественников покупают книги в магазине или берут у приятелей. И только 13% россиян идут за книгой в библиотеке. И согласно выводам аналитиков сервиса «Яндекс.Деньги», жители России стали активнее покупать электронные издания, чем бумажные. Так, за первые 7 месяцев 2017 года платежи из электронной книги было совершено в 2,5 раза больше, чем за бумажные. И таким образом можно предположить, что читательские предпочтения медленно, неуклонно смещаются по сторону цифрового контента. Вы тоже все это прекрасно знаете. Вы профессионалы, каждый день работаете с читательским контингентом. То есть, соответственно, внешне формирующаяся вокруг нас цифровая среда активно, даже где-то агрессивно, влияет на предпочтение современного читателя. То есть, все-таки читают, но читают больше в электронном виде и за библиотечными услугами обращаются не так уж часто. Ну, собственно, что же библиотека? Да, здесь уже ставились такие вопросы. Как же быть библиотеке в настоящее время? Задача – вписаться в новую реальность, как уже говорилось в предыдущих докладах, стать частью стремительно меняющейся среды, как-то трансформироваться или просто раствориться. В 70-х и 80-х годах 20-го века, уже прошлого века, Юрий Николаевич Столяров, один из наших ведущих библиотековедов, предложил понимание библиотеки как системы. Все мы это помним, знаем. Понимание библиотеки как системы – это несколько ведущих компонентов. Это фонд, читатели, материально-техническая база библиотеки. Они находятся в органической взаимосвязи. Он позднее эту концепцию развил. Что же предлагается на современном этапе развития технологии? Вот наш дорогой коллега Юрий Юрьевич Черный предложил, что в условиях четвертой промышленной революции и развития новых технологий библиотека также будет инвестиционировать в сторону киберфизической системы. Так, по его пониманию, библиотека будущего будет работать со знанием пользователей и библиотечного персонала в автоматизированном режиме при помощи когнитивных технологий. То есть, библиотека как учреждение будет осуществлять деятельность в цифровой среде в режиме реального времени и будет заниматься сбором данных для дальнейшей обработки с целью построения аналитических прогнозов. И таким образом представляется, что библиотека будущего, как уже были такие предложения в предыдущих докладах, сама становясь умной системой будет в дальнейшем просто вписана в аналогичную структуру более высокого уровня, например, в систему умный город. По моему мнению, библиотека в данном случае будет просто интегрирована в цифровые платформы, которые будут основой новой цифровой экономики. Сейчас эти платформы революционируют в сторону так называемых бизнес-экосистем. А библиотека будет ничем иным, как поставщику приватных данных, читателей и библиотекарей для этих систем. Собственно говоря, если говорить обобщенно, то в данной ситуации отношение библиотека и читатель это только малая часть формирующейся системы цифровой экономики, экономики нового типа. И человек, читатель и библиотека здесь часть и объекты умных киберфизических бизнес-систем, призванных управлять обществом в целом. Вспомним опять маршала Маклюина, который отмечал, что любая технология это всего лишь дополнение к тому, чем мы являемся сами по себе. Поэтому так важно растождествиться с этой системой, встать на позицию наблюдателя и осознавать те изменения, которые сейчас происходят, и постараться увидеть эту мягкую социальную инженерию. От себя добавлю, что сейчас мы находимся на переходном периоде развития к цифровой экономике и к созданию киберфизических систем, поскольку библиотека это все-таки часть культуры и несет, к моему мнению, и культурологическую функцию тоже. Присоединюсь к мнению Магайта Юрьевна к предыдущему докладчику. Здесь важно все-таки уловить тот пафос культурологической библиотеки и увидеть, что она не просто должна вписаться в цифровую эпоху, но и занять то свое уникальное место, где она будет нести и свои культурные годы дальше, через от поколения к поколению. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Надежда Юрьевна. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, может ли библиотека догнать цифровую среду или цифровая среда развивается быстрее, но эта гонка может ни к чему не привести? Как Вы думаете? Цифровая среда, вот сейчас, что я наблюдаю, в настоящее время цифровая среда развивается быстрее. В данном случае, когда я прослушала доклад Магариты Юрьевны, мне стало чрезвычайно интересно, если сейчас библиотека, выражаясь такими самыми простыми словами, оседлает цифровую волну и встанет на позицию формирования общества с цифровыми трендами, да, она станет флагманом развития вот этих трендов этого общества. Самое главное здесь не упустить чего-то очень важного, не заиграться в эти технологические вызовы. Вот, по моему мнению, так. Еще один вопрос. Я вспомнил о примере. Недавно Сбербанк стал Сбером, цифровой платформой Сбер. То есть, банк стал технологической платформой и он расширяет влияние на нас, появляется масса сервисов, которые затрагивают уже жизнь непосредственно жизнь человека, отдельного человека. И, с другой стороны, поисковая система Яндекс заявила о том, что она приобретает банк Тинькофф и тоже становится цифровой платформой с платежной системой. И, вот, когда вы говорили о развитии экосистем, вот, примерно это имели в виду, да, наверное, что цифровая трансформация в обществе идет, ну, не в учреждениях культуры, учреждения культуры скорее вписываются в эти процессы, да, я правильно понимаю? К сожалению, да, не они вписываются, а я бы сказала, примерно, уточнила бы так, нас вписывают, потому что бизнес-экосистемы сейчас, они все равно бизнес, у них есть хозяин, в отличие от биологических экосистем, они не саморазвиваются, у них всегда есть какой-то хозяин, стоит во главе, и просто эти системы, те же самые бизнес-структуры, которые мимикрируют под понятную человеку систему, как биологическому виду, но в основе своей у них все равно лежит получение прибыли и синергийным эффектом от участников. Спасибо большое. Надежда Юрьевна Соколова показала нам, как развивается внешнее по отношению к библиотеке информационная среда, цифровая развивается она очень быстро, и нужно обращать на это внимание, иметь это в виду. Спасибо большое, Надежда Юрьевна. Следующие выступающие... Да. Ирина Борисовна, да, пожалуйста. Я вот хотела, да, раз у нас теоретическое, воздать должное Юрию Николаевичу Столярову. Сейчас шла речь о том, что четырехчас, о его четырехчасной системе, но она появилась, помните, это модернизация трехчасной, и в начале 80-х годов Юрий Николаевич предположил, или как провидел то, что произошло через десятилетия, потому что в 82-м году, когда появилась книга, никто не воспринимал всерьез материально-техническую базу, как равноценный элемент этой четырехчасной системы, потому что было все бумажное, стол, стол, каталог и так далее. И вот что произошло, провидит Юрий Николаевич, и надо его с этим все распоздравить. У нас всех, что он у нас есть. Ирина Борисовна, большое спасибо. Действительно, и я с удовольствием читал и перечитывал книгу «Библиотека. Структурно-функциональный подход» 1982 года. Это монография для докторской диссертации, которую Юрий Николаевич успешно защитил. И в этой книге Юрий Николаевич пишет, что кто-то понимал библиотеку как фонд, кто-то понимал библиотеку как фонд плюс читатель, потом родилась триада фонд, читатель, персонал. И вот только я ввожу четвертый элемент в качестве необходимого материально-технической базы библиотеки. И, кстати говоря, и в этой книге, и в последующих статьях Юрий Николаевич указывал, что материально-техническую базу библиотеки нужно понимать гораздо шире, чем только телекоммуникации, то есть работу с читателем. Сюда входит и водоснабжение, и электричество, и освещение, и многое другое. И мы об этом тоже сегодня будем говорить. Спасибо, Ирина Борисовна. Я приглашаю Ларису Михайловну Магазевскую, директора Астраханской библиотеки для молодежи имени Бориса Михайловича Шаховского, город Астрахань, выступить на тему цифровые средства коммуникации как инструмент взаимодействия с пользователем. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья, меня хорошо слышно? Да, хорошо слышно, видно, да. Да. Своё выступление я хотела бы начать со слов известного политического теоретика, профессора Калифорнийского университета, который когда-то сказал, что будущее это не то, куда мы идём, это то, что мы строим, и сам процесс строительства, он меняет не только творца, но и его судьбу. Готовы ли мы и библиотеки изменить свою судьбу, построить свою дорогу? Ответить на такой вопрос достаточно сложно, несмотря на то, что в профессиональной среде идут постоянные споры о том, какое же будущее ждёт библиотеку, как цифровизация преломляется в рамках нашей библиотечной деятельности. Иногда у меня складывается впечатление, что не только у некоторых библиотечных специалистов, но и у представителей органов власти есть мнение, что цифра большее значение имеет для каких-то, для сферы бизнеса, для каких-то коммерческих структур, нежели для нас, для библиотек. Но на самом деле, мне кажется, это не так, ведь наше современное молодое поколение, оно уже сейчас обладает знаниями и мировоззрением цифровой эры. Оно умеет и понимает силу цифровых технологий, поэтому спасти себя мы можем только сами, надеяться нам некого, мы должны построить собственную дорогу и выстроить вот эту цифровую траекторию. Наверное, прежде всего потому, что по мере того, как мир становится более цифровым, библиотека должна быть более гибкой, она должна играть по правилам нового для нее цифрового мира, и потому что цифровая эпоха, она рисует новый стиль восприятия информации. Но на мой взгляд, возможно, я ошибаюсь, мы находимся, несмотря ни на что, на таком первоначальном этапе. Вот есть понятие детство, отрочество и юность. Мне кажется, мы находимся на этапе цифрового детства. Вот в детстве нам часто покупают игрушки. Мы все понимаем, для чего приобретаются игрушки. сегодня тоже библиотеки приобретают различные технологии, некоторые оборудования, это и виртуальные очки, и виртуальные шлемы, какие-то 3D-принтеры, но приобретая, нет четкого понимания, зачем это нужно, зачем это приобретается, и как это связано с будущим библиотек в целом. И получается, что мы находимся на этапе цифрового детства, потому что увлечение такого рода приобретением, оно ничего не меняет в нашей работе, потому что нет четкой стратегической цели. Некоторые библиотеки сегодня, они стараются противостоять вот такому цифровому давлению и отстаивают свои текущие позиции, но мне кажется, здесь тоже есть значительный риск, потому что в итоге они могут дальше столкнуться с какими-то более серьезными ключевыми проблемами. наша Астраханская библиотека для молодежи имени Бориса Шаховского, мне кажется, она благополучно проходит вот этот этап цифрового детства, находится, если можно так выразиться, на границе подросткового периода, потому что мы научились определять приоритеты, выстраивать компетенции цифровые наших пользователей, мы учимся мониторить и тестировать нашу готовность к цифровым изменениям. Наша библиотека определила для себя позицию, нам нужно быть многофункциональной, то есть создать в библиотеке такое пространство, но сделать перегруппировку, перегруппироваться в сторону цифровизации, в сторону цифрового кураторства, то есть у нас высветилось как бы два варианта развития библиотеки, то есть библиотека как мультиформатная среда и библиотека как общественный институт. Нарастающий вот такой вот объем цифровых инструментов, технологий, он нам, библиотека, мне кажется, дает новый шанс. Ведь и раньше библиотекари, общаясь с пользователями, рекомендовали, советовали, информировали читателю о новинках литературы, но в основном полагались на свой собственный вкус, мнение читателя не учитывалось и даже некоторая информация, литература книги, как вы помните, навязывалась читателю. Мне просто вот такое отступление от доклада, мне просто вспомнилось произведение Герасимова, в свое время я очень увлекалась киносценариями Сергея Герасимова, вы помните их известный журналист, первый учител у озера, и вот недавно натолкнувшись на сценарий у озера, я вдруг обратила внимание на ситуацию, которую раньше не замечала на один момент из книги, там молодая героиня библиотека Лена Бармина предлагает, рекомендует книги молодому читателю, и когда он ее с выбором не согласен, у них происходит такой диалог, она ему говорит, значит, вот это выбрали, да, уже захватывающее чтение, на что читатель отвечает, посеньки и шапка, ну, сейчас понимаете, да, здесь и насмешка читателю и мнение читателя не особо учитывается и достаточно такая, мягко говоря, подвергается его мнение критике, мне кажется, сейчас все происходит по-другому, сейчас произошел такой сдвиг от библиотечного такого классического общения с пользователем к новым парадигмом, где пользователь сегодня это объект такого коммуникационного процесса, мне кажется, это не конец света для нас, это возможность переосмыслить свою деятельность и переосмыслить вот эти изменения, которые на нас просто действительно сейчас просто то, что они сейчас происходят. По большому счету, ведь мы продолжаем рекомендовать, информировать, советовать, но нашим важным ресурсом сегодня является внимание пользователя. формат рекомендаций изменился, и поэтому мы коммуницируем со своим пользователем с помощью тех средств и методов, которые для него привычны для его восприятия информации. Например, в этом отношении такой формат, как подкаст, он с одной стороны является способом подачи информации, а с другой стороны способом выстраивания вот этих взаимоотношений. Потому что цифровые технологии, они по-любому изменили новые медиа. Сейчас музыка, звук, текст, анимация, они мирно существуют в этой среде. И вот такого стремительного развития информационных технологий, мне кажется, у нас появился такой перспективный, мощный инструмент формирования нашего библиотечного имиджа. Наша библиотека уже не в первый раз рассказывает, делится, вернее, опытом о своей работе по теме библиотечного подкастинга. Потому что подкаст, этот формат замечательный тем, что предполагает такую вариативность читательского взаимодействия с медиаресурсом. Если говорить о библиотечном подкастинге, то чаще всего его используют как анонсирование ближайших событий или интервью с какими-то интересными людьми или информационные повестки. Наша библиотека тоже в медийном пространстве создала подкаст-канал с ярким запоминающимся названием «Разбалуй город», так называли Астрахань в 19 веке. И наш подкаст-канал не просто воспроизводит какие-то информационные сообщения, повестки, мы работаем с кровеческим контентом, с кровеческой тематикой вернее. Мы приглашаем экспертов в Астрахани, которые могут рассказать что-то увлекательное, что-то интересное, что-то запоминающееся во всех сферах. И тема подкастов разнообразна, начиная от истории, заканчивая мистическими легендами. Мы считаем эту деятельность очень перспективной, потому что, если посмотреть на статистику, то наша библиотека за 8 месяцев создала более 20 подкастов, у нас появилось более полутора тысячи слушателей, и география слушателей достаточно интересна, то есть большая часть нас слушает Астрахань, потом идет Москва, Санкт-Петербург, Коснодар, Самара, но есть у нас слушатели и за рубежом, это Казахстан, Белоруссия, много слушателей в Америке и Испании, причем заметьте, что подкаст ведется только на русском языке, и тема здесь такая достаточно узкая, краеведческая. Но вот чтобы выжить вот в этой новой среде, мне кажется, нужно постоянно стремиться обновляться, обновляться в реальном времени, потому что не успели мы освоить социальные сети, например, или не успели мы создать какие-то новые интересные онлайн-презентации и выставить их в медийном пространстве, мы должны уже были делать буктрейлер, сделали буктрейлер, мы же должны сделать какие-то новые видео, то есть постоянно идет такое вот ускорение. Мы несколько лет назад, наша библиотека задалась целью улучшить свою репутацию при помощи различных средств, в том числе и при помощи медиа, обеспечивая таким образом не только эмоциональную, но и оценочную реакцию наших пользователей. И у нас таким образом появились юмористические видеоролики. Несмотря на развлекательность, наш контент имел ценность, потому что его цель была не только развлечь пользователя, но и увлечь его. но на мой взгляд, возможно, я ошибаюсь, сегодня нужен более качественный контент, потому что мы должны очень быстро привыкать к новому состоянию, и у меня сложилось такое впечатление, что наша ошибка заключается в том, что мы все, все библиотеки стараемся сделать что-то, что-то какой-то новый библиотечный медиаресурс, как у всех, то есть появляется видео, все библиотеки бросаются делать видео, появляется, например, человек делает, какая-то библиотека делает мультфильм, мы начинаем создавать все мультфильмы, библиотека какая-то делает подкаст, мы все бросаемся делать подкасты, причем мы засоряем вот это медийное пространство достаточно некачественными медиапродуктами, на мой взгляд, ведь не нужно делать как у всех, нужно отличаться и ни один медиаресурс не должен быть создан бесцельно в угоду того, что если есть это у других библиотек, то это должно быть и у нас, мне кажется, должны быть такие разноплановые медиаресурсы, чтобы вызывать у наших пользователей интерес и желание поделиться этим продуктом с друзьями и может быть я ошибаюсь, но мне кажется, что у нас и так имидж в реальном мире, мягко говоря, не очень положительный и мы можем потерять библиотечный имидж и в медийном пространстве. Вот у меня все, о чем я хотел сказать. Спасибо большое, Лариса Михайловна. Я бы ваше выступление назвал так, цифровые технологии как источник творчества и вдохновения. Как вам? Это соответствует тому, что вы чувствуете, о чем думаете? Это соответствует, на мой взгляд, стилю, шаховке? Вы как раз себя мысленно помещаете на гребень цифровой волны и творите уже исходя из этого понимания. Правильно, да? И большое спасибо, что вы выразили установку не на то, чтобы догнать определенные процессы, а на то, чтобы находиться и получать наслаждение от этого, так же, как серфингист, например, он использует энергию волны для своего творчества. Вот такой я вижу шаховку. Ну, скажите что-нибудь в ответ. Да, спасибо, конечно, большое. Да, наверное, в этом есть действительно какая-то привлекательная сторона этой деятельности и она очень увлекает. Ну, вот я хотела сказать, вот сегодня Ирина Борисовна говорила о том, что о цифровом кураторстве и о том, что как это все начиналось. Вот два года назад Ирина Борисовна на семинаре в Самаре тоже задавала мне такой вопрос готовы ли мы к цифровому кураторству и я тогда сказала, что нет, не готовы. Но вот ее вопрос, да, он сразу заставил нас ускориться, то есть осмыслить эту тему и заняться ей вплотную. Поэтому вот благодарю Ирина Борисовна за такой толчок нежный к этой теме. Я думаю, что в этом плане наша библиотека тоже старается как-то измениться, как-то не начать работать, а правильно выстроить деятельность именно по цифровизации, по цифровому кураторству. Спасибо большое, Владислава Михайловна. Я приглашаю к выступлению Андрея Викторовича Лисицкого, кандидата к культурологии, директора библиотеки имени Федора Михайловича Достоевского, Москва. Его выступление называется от культуры сохранения к культуре изменений. Звука нет, Андрей Викторович. Звука нет. Сейчас есть звук, да? Меня слышно? Слышно. Слышно. Отлично. Да, сейчас я с вашего позволения включу презентацию. Вот. Я о чем бы хотел сегодня поговорить? На самом деле, мне кажется, что перед нами стоит более важная задача. Не просто, мне кажется, оседлать вот эту цифровую волну, а вот как Ирина Борисовна сделала ударить могучим посохом в духе Моисея, так, чтобы волны раступились. Да, 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 да. И в этом смысле бесполезно догонять коллег с точки зрения технологий. С точки зрения технологий действительно скорее важна стратегия вот этого серфингиста, который скользит. А вот, собственно говоря, сделать так, чтобы волны раступились, можно только с помощью того, что называется уникальным контентом, который на самом деле у нас есть. да, и в этом смысле собственно, вот я сейчас включу презентацию. Видно? Пока не видно, ждем. А сейчас, Юрий Ильич? Видно, Видно, да? Значит, сегодня мы несколько раз подступали к этой теме. Вообще, вот достижение техногуманитарного баланса в нашей деятельности чрезвычайно важная задача. Причем мы видим, что как-то вот эта рассинхронизация происходила несколько раз в разные стороны. С одной стороны, в определенный момент была недооценка материально-технической базы и технологической необходимости новых технологий. Сейчас мы видим, что на самом деле есть собственно увлечение многих технологическими новинками, об этом сегодня упоминали, но непонимание, зачем вообще они приобретаются и что с помощью них делается. Вот я очень рад, что в предыдущих выступлениях, в частности, в выступлении моей любимой астраханской молодежки и в частности Ларисы Магазецкой, которую я очень люблю и уважаю, собственно, эта тема прозвучала. Я бы собственно здесь вот упомянул про теорию, мы там много говорили сегодня про Маклюина, про четвертую промышленную революцию, но я бы еще вспомнил про Акопа Назаритяна с его теорией техногуманитарного баланса Акопа Погосовича, которая гласит, что тем выше мощь производственных и боевых технологий, тем должны быть совершения средств культурной регуляции, необходимые для сохранения общества. И в этом смысле работа библиотеки на вот этих балансах это чрезвычайно важная задача. И в этом состоит, на мой взгляд, та самая культура изменений, в которую мы сегодня вписаны и собственно, которая должна быть в основе того, что мы делаем. да, мы все время должны думать об этих балансах нашей деятельности, а вот чтобы у нас ни один из компонентов не провисал, не собственно говоря, ускользал. Вторая штука, что мы за технологиями и за тем, что происходит сейчас, должны видеть общее видение того мира, который складывается, а может быть тех миров, которые мы можем создать, потому что на самом деле будущее надо воспринимать еще как возможность. Одно дело, что нам футурологи собственно делают некие прогнозы, другое дело, что здесь и сейчас мы это будущее создаем, вот используя тот самый посох, о котором я упомянул вначале. Ну и здесь конечно требуется переход в совершенно новой рамки, понимание, что вот в этом новой цифровой реальности во-первых, мы оказываемся вне традиционной отраслевой рамки, где есть власть, есть библиотека, а мы действуем в многомерном мире, где есть очень много акторов. И силой библиотеки заключается в том, что в этом смысле она может соорганизовать и интегрировать собственно все стороны процесса, включить и власть, бизнес и сообщество, найдя каждому собственно в тех проектах, которые библиотеки делают свою нишу. Это блестящий пример, например, показывает Молчановки, и в этом смысле не надо бежать за технологиями, если библиотека становится библиотекарь-интегратором и лидером таким, то эти технологии например, можно позаимствовать у бизнеса, дав за это бизнесу например, доступ к сообществу, власти и так далее. Вот тут вот каждый кирпичик можно разобрать. И собственно в этом тоже состоит культура изменений, в смене вот этой отраслевой рамки и парадигмы переходу к работе в многомерном мире с постоянно меняющейся реальностью, с созданием своих новых моделей, а не только следование за той волной, которая создает например, власть или создает например, бизнес или к тому, к чему понуждают сообщество. Мы совершенно актор и действующее лицо этого процесса и собственно цифра это только один из способов взаимодействия с этим окружающим миром. Другой очень важный инструмент это безусловно конечно гуманитарные технологии, сейчас мы к ним подойдем. Второе, что очень важно, что мы действуем вообще в залоге не иерархии, где есть там национальная, региональная рамка, а где-то там глобальная маяча со своими всякими интересными вещами непростой политикой, санкциями и прочими, а мы действуем в многомерном мире, где сразу есть несколько рамок, есть и глобальная, и страновая, и региональная. И Юрий Юрьевич блестяще это показал нам несколько лет назад, когда организовал собственно говоря нашу работу в рамках ИФЛА и их проекта про будущее и библиотек, включив собственно говоря сразу несколько вот этих рамок и выведя собственно российские библиотеки сразу в глобальную повестку дня. Следующая очень важная часть этой самой культуры изменений это выявление местных проблем и их видение. Ну проблемы могут быть самые разные и цифра собственно говоря может их решать там от того, что закрывается малый бизнес сейчас в условиях пандемии и собственно самоизолируются пенсионеры до падения реальных доходов. На все на это библиотека может отвечать своими продуктами своими новыми проектами ловя вот эту самую цифровую волну. Вот сейчас изолируют пенсионеров в Москве понятно, что с одной стороны это неудобство для пенсионеров с другой стороны это возможность создавать новые онлайн ресурсы и сервисы уже для пенсионеров. Мы их в этом смысле недооцениваем многие из них вполне включены в цифровой мир а те, что не включены могут быть обучены на самом деле. Также это например ниша для того чтобы организовать всякие сервисы доставки и прочее. Вот я показываю просто как на ходу мы можем реагировать. Но тут очень важно вообще не если мы эту цифровую волну ловим и мы по ней скользим с волшебным посохом в руках на самом деле не просто воспроизводить те сервисы и услуги которые мы делаем в реальном мире а создавать принципиально новые вот под эти задачи. Мы оказались в условиях беспрецедентных совершенно новой реальности которой не было никогда и на эти вызовы мы совершенно однозначно должны ответить а не тащиться в конце вот этой самой истории ища свою нишу просто потому что искать свою нишу можно и нужно но это плохо кончится в цифровом мире условно говоря можно быть цифровой уборщицей а можно стать собственно цифровым проектировщиком и менеджером мы должны выбрать кто мы вообще в этом смысле и здесь мы подходим вообще к той самой концепции библиотечного лидерства с которой я длительное время ношусь и которая не просто про корпоративное лидерство внутри библиотеки а про собственно совершенно принципиально новые компетенции библиотекаря это и видение желаемого будущего причем не только для библиотеки но и для себя любимых вообще куда мы идем какие навыки развиваем что мы делаем что вообще нам интересно это и навигация знаний и цифровое кураторство когда мы собственно говоря помогаем людям ориентироваться в этом новом мире не только с точки зрения технологии но и с точки зрения доступа к ресурсам а еще очень важно вообще перейти от аккумулирования этих самых знаний к их созданию потому что информация знаниям не равняется это способность зажечь и вовлечь других с которым к сожалению участие коллег проблемы это навыки работы с ресурсами их поиска фандрейзинга в самых разных местах да тут я опять могу вернуться в молчанах и к ряду других библиотек это навыки преодоления барьеров когда мы там ну сталкиваемся например с не сильно умным начальством но можем эти барьеры преодолеть через партнеров через какие-то собственно говоря соседствующие среды это палитра новых управленческих стратегий техник коучинг мягкая стила менеджмент знаний ну и наконец умение сочетать разные режимы вот на самом деле можно работать с тем материалом когда мы говорим про цифру которые есть у нас и мы должны с ним работать и в этом смысле например один из таких мощных инструментов это безусловно краеведение вот Лариса нам блестяще показала как они в Астрахани делают краеведческие подкасты я для этого использую вот такой термин как метод Ленрата который я в свое время сформулировал работая с Корейской национальной библиотекой по проекту российско-финскому тропу Ленрата когда мы описываем исследуем создаем и строим проектируем новые продукты именно так Ленрат поступал потому что колевала которую мы знаем это искусственно сконструированный продукт для финской самоидентичности но он собирался в Карелии и им решались совершенно не литературные задачи а политические в этом смысле и у нас есть такой заход на использование подобных вещей мы сейчас делаем библиотеку наследия в Колумне это новый совместный проект колумбинского музейного кластера библиотеки имени Достоевского Московской губернской библиотеки Министерства культуры Московской области он поддержан грантом фонда Потанина на три года сейчас создается новое общественное пространство там же в структуре будут и собственно говоря площадки связанные с историческими производствами и мы планируем что это будет не просто площадка которая поможет переформатировать библиотечное краевидение но которая будет создавать новые продукты вот я говорил про систему балансов как раз система балансов положена в основу этой библиотеки там есть баланс между прошлым и будущим мы прошлое используем как ресурс для будущего там есть ресурс между глобальным и локальным между сохранением и развитием ну и так далее вы все это видите на схемке вот так выглядят основные направления деятельности этой библиотеки где есть место и цифровому и оффлайну потому что на самом деле конечно вот мы говорим про цифровую волну но надо понимать что с этой цифровой волной который мы восхищаемся обозначился еще второй тренд который особенно отчетливо проявился в эпоху пандемии усталость людей от онлайна люди нуждаются не в замедлении а в переключении режимов от быстрой деятельности к медленной жизни от собственно говоря того что называется онлайн жизнью к оффлайн жизни и то и другое важно на самом деле с одной стороны было много зума и продолжает выйти и цифровых технологий с другой стороны отчетливо обнажилась нужда в теплых ламповых мероприятиях в оффлайн встречах в коммуникациях которые происходят в живом режиме и мы это стали больше ценить и на это собственно говоря больше обозначился запрос ну и мы видим что на самом деле здесь это собственно основные направления сформулированы как раз вне контекста отраслевой вот этой парадигмы о которой мы говорили да мы это выход в более широкий контекст вот это основные направления деятельности на самом деле вот это ответ еще на вопрос про то как могут выглядеть модели деятельности в рамках этой самой цифровой волны ну одна из моделей потому что безусловно их может быть много хороших и разных но очень важно чтобы такие модели появились и они были бы пригодны для для последующего тиражирования да вот мы собственно работая в колумне ровно думаем про про это так выглядит новый производственный цикл этой библиотеки которая собственно сформулирована в режиме постоянной работы в культуре изменений да и такой навык как раз гибкого к ней приспособления это отличительные черты новых качественных продуктов которые могут быть созданы в этой самой культуре изменений я долго останавливаться и все это перечислять не буду вы это видите на слайдах но принципиальные вещи обозначу это новые типы партнерств роль библиотек как интеграторов да когда мы не пытаемся обрести все новые навыки в себе собрать а мы собираем тех людей которые этими навыками обладают как интеграторы вот это блестяще например нам пример показали наши коллеги из российской государственной библиотеки для молодежи которые сделали школу цифровой грамотности она ровно в этой логике сделана где библиотека выступила интегратором лучших таких сил и людей которые обладают этими самыми компетенциями культура участия когда сами пользователи включаются в создании продуктов социальное предпринимательство когда мы зарабатываем еще на этих вещах но при этом собственно решаем важные задачи научиться зарабатывать на сложных знаниях продуктов тоже мне кажется очень важная задача на этой самой нагребне цифровой волны и она невозможна без создания нового качественного контента вот у меня собственно коллеги из Волошинки на прошлой онлайн лекции заработали 120 тысяч рублей мне тут по секрету коллега поделился это такой пример как библиотека это может делать эффективно использование открытых платформ и технологий не надо их городить важно брать уже готовые решения но адаптировать их под наши задачи блестящий пример это работа с платформой изи тревел которая с библиотеки начинала в России на самом деле уравнивание литературного и визуального текста об этом много сегодня говорили про собственно вот эти мультикодовые тексты на самом деле конечно тут еще надо разобраться нам с определением потому что собственно в библиотечном деле мы их знаем как текстовые и нетекстовые документы но это я думаю вопрос терминологии культурологической и библиотековедческой ну и наконец я вот закончу собственно говоря вот этой схемой как по моей мысли может выглядеть вот этот цикл библиотеки в культуре изменений да который вписан в эту нашу новую изменчивую жизнь цифровую реальность вот и в офлайн и в онлайн в центре конечно стоит производство ценностей смыслов и миссии библиотеки которые связаны с развитием города села территории с улучшением качества жизни и который осуществляется вот через этот цикл где очень важное значение имеет и коммуникация и продвижение и базовые процессы инфраструктуры и дизайна атмосфера и сборка городских и деятельностных сообществ безусловно вот менеджмент сообществ это тоже одна из новых тех компетенций которые библиотеки должны овладеть ну и все и на этом я наверное закончу коллеги спасибо Андрей Викторович у меня такой вопрос нет прежде вопроса я выскажу свое отношение это для меня совершенно неожиданный поворот нужно нужно менять образ мышления чтобы понять вот о том о чем вы говорили а вопрос такой ну хорошо мы цифровую волну догнать не можем и даже не стоит это делать но знать теоретически знать и практически обладевать цифровыми технологиями нужно да у меня там одна из новых компетенций если вы видели цифровое аккуратовство безусловно нужно это ну как умение писать и читать да другой мой пафос заключался в том что надо дальше идти да что без работы с контентом в новых формах да и без видения вот этой широкой рамки и нового производственного цикла и новых моделей сами по себе цифровые технологии это один из элементов который не сработает это прекрасно видно по безумным и бездумным закупкам этих я вот коллеги так это мягко говорили сейчас прямо скажу всех этих шлемов там не знаю досок и прочее которые потом закрываются кружевными этими самыми занавесочками и это все стоит годами нафиг никому не нужно вот когда собственно есть смыслы и и и и технологии и ты понимаешь как как-то контент упаковываешь тогда ты оборудование выбираешь ровно под те задачи под которые у тебя есть ты понимаешь где тебе нужен планетарный сканер там где тебе нужна доска а нужна ли она там собственно в нужен ли планетарий в сельскую библиотеку понимаете цифровую для меня вообще большой вопрос я понимаю сначала покупается оборудование потом придумывается вообще как 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 вы используете другими словами цифровые технологии из фигуры должны уйти в фон то есть мы должны просто ими владеть и применять там где нужно спасибо большое андрей викторович и последнее выступление Ольги Витальевны Камкиной заведующей библиотекой номер 240 техносайенс централизованной библиотечной системы северо-западного административного округа города Москвы выступление называется так библиотека техносайенс к цифровой трансформации готовы спасибо Юрий Юрьевич меня слышно? да слышно спасибо коллеги для меня очень большая честь быть причисленной к лику святых святых экспертов вот так как я не совсем эксперт но я хотела бы рассказать о той деятельности которую я провожу в своей библиотеке техносайенс мою назвали Юрий Юрьевич является куратором этой библиотеки и еще в середине 2017 года состоялся у нас такой разговор о том что проблема четвертой промышленной революции цифровизации мне стало интересно и как бы об этом рассказать в стенах обычной районной библиотеки и начал зародился вот такой проект который мы назвали техносайенс кстати Андрей Викторович и коллеги помогли нам с концепцией мы действительно ее проработали вот но тогда в 2017 году мы совершенно не представляли всей глубины серьезности той цифровизации общества которая развернулась сейчас но во многом конечно предугадали так уж получилось вот и мы понимаем что это не остановится это не закончится ни с концом пандемии вообще в принципе не закончится и поэтому библиотеки все равно должны быть к этому готовы поэтому такое несколько амбициозное название цифровой трансформации готовы и вот где-то в середине 2017 года мало-помалу в библиотеке начали поднимать и разворачивать деятельность библиотеки в сторону вопросов цифровизации они казались такими далекими они казались просто фантастическими и когда мы слушали экспертов которые присоединились к нашему проекту нам казалось вот совершенно точно мы думали ну это еще очень не скоро это еще просто мы об этом послушаем потому что это интересно ну как научную фантастику и будем просто об этом знать но оказалось что все стало реальностью намного быстрее чем мы даже предполагали во многом да мы предугадали какие-то какое-то развитие вещей вот но по опыту я хотела бы сказать так как все-таки работаем вот непосредственно с читателями непосредственно с коллективами и в ЦБС основной упор мы сделали на само понимание будущего то есть люди люди боятся люди не всегда готовы и прямо скажем не всегда хотят понимать да будущее я встретила я сказала вот сопротивление не только со стороны коллег а даже свое внутреннее сопротивление что мне не хотел ну как-то вот если честно казалось что ну может не надо но ведь оно еще не наступило но зачем сейчас-то заранее да все переворачивать внутри ведь все так вполне было удобно устроено вот но все-таки упор сделали на это очень долго над этим работали и сами и коллектив над этим долго работал и естественно наши зрители наши читатели наши посетители наши читатели и вот сейчас в проект вводятся темы которые кажутся вроде бы и далекими от жизни и вообще от библиотечной практики в целом и они несколько абстрактны например анатомия искусственного интеллекта которую нам провел эксперт в этой власти Игорь Шнуренко целый тип лекции либо азбука цифровой экономики которая как раз благодаря Юрию Юрьевичу и Всероссийскому обществу знаний Андрею Вильчинскому прошла у нас в библиотеке офлайн на нашей площадке вот и удивительно но проходит недолгое время и эта тематика входит в нашу жизнь и вот такое впечатление создается что действительно иногда просто предугадываем какие-то вещи цифровой ветер ну отвечая на название конференции цифровой ветер дает в сторону изменения основ всех основ жизнедеятельности общества и ну мы как бы для того чтобы понимать модели будущего мы углублялись и в историю и в очень древнюю историю и в эволюцию вот и поэтому понимаем что нас ждут изменения которых история еще прежняя не знала и к этому нужно быть и психологически и мировоззренчески готовыми вот наверное в этом мы и видим задачу основную задачу нашего проекта техносайенс мы смотрим на проблему шире и как правильно сказал вот Андрей Викторович Лисицкий мало мало на шпиговать библиотеку новыми всякими технологическими устройствами они действительно могут стоять невостребованными если не будет тут должна быть гармония во всем если персонал не будет мировоззренческий психологически готов перейти на новый уровень работы то нет смысла этого делать нет смысла закупать высокотехнологическую действительно тратить деньги на какие-то очень крутые и новые технологии новой технологии пока мы не будем морально готовы с ними действительно полную силу полную мощь работать не значит включить и выключить и поэтому вот в техносайенс мы смотрим на цифровую трансформацию библиотек вот немножко шире и речь идет и о трансформации общества и в том числе и библиотеки и мы обсуждаем эти вопросы и свою вольту мы видим как раз в просвещении сначала прежде всего в просвещении чтобы объяснять людям какие происходят процессы этим мало кто занимается потому что в основном чаще всего может быть всегда просто ставят перед фактом что теперь у вас будет вот так понять почему понять почему это происходит объяснить и людям чтобы они не пугались чтобы они действительно могли к этому как-то приспособиться и начать использовать это для себя и для своего развития это тоже очень важно ну получается что да мы стараемся мы очень стараемся быть на гребне этой цифровой волны именно психологическом и мировоззренческом таком ключе вот специальное внедрение новых технологий вот в моей библиотеке пока не ведется я ну как бы в принципе это можно сделать это можно сделать когда уже будет готов ну как правильно было сказано когда все будет уже гармонично и подготовлено то есть и когда и коллектив и материально-техническая база и фонд все это будет становится становится единой системой и тогда я считаю что вот как раз новые технологии туда очень хорошо интегрируется если поставить слона в посудную лавку сейчас то ну толку-то от него будет не очень много его в конце концов перестанут замечать вот и главное что мы сейчас хотим сделать это выработать и поддерживать открытость цифровому будущему то есть не делать вид что нас это не касается не делать вид что может быть это когда-нибудь пройдет надо только немножко потерпеть и и пождать и переждать вот этот промежуток времени нет это уже не пройдет это стало нашей жизнью стала частью нашей жизни по опыту замечаю что намного быстрее чем планировалось и я думаю что будет только ускоряться вот поэтому вот ну приоритетными задачами считаю просвещение и и открытость наверное так спасибо большое за внимание и я очень еще раз хочу сказать что спасибо что мне удалось выступить на такой замечательной конференции спасибо большое Ольга Витальевна за содержательное выступление я сделаю краткое резюме нашей экспертной встречи Ирина Борисовна Михнова познакомила нас с прорывным опытом российской государственной библиотеки для молодежи в области цифровизации библиотек цифрового кураторства встраивание библиотек цифровое сообщество это действительно очень важный во многом уникальный опыт и РГБМ является лидером в нашей стране на которого на которого надо равняться Елена Олеговна Чувашова представила много тем я сделаю акцент на одной из них будущее распределено неравномерно модельные библиотеки которые сейчас создаются составляют всего полтора процента от количества муниципальных правильно да модельные библиотеки нового поколения всего полтора процента и вот тем не менее и даже в этих полутора процентах все-таки технологии воспринимаются ну как дальше сказали как игрушки ну как некие гаджеты как приложения демонстрации современности этой библиотеки скорее есть проблемы с миссией и пониманием своей роли в цифровой среде ну то есть вот отъедем от Москвы наверное на 300 километров и уже будет ситуация другая и тем не менее эти библиотеки являются флагманами цифровой трансформации у себя в регионах ну наверное здесь роль их в этом вопросе должна быть повышена Маргарита Юрьевна Гудова привлекла наше внимание к изменению структуры медиапотребления она показала что от письменных источников люди переходят к потреблению мультимодальных текстов и вернуться назад нельзя о том же самом но по-другому несколько по-другому сказала Надежда Юрьевна Соколова она сделала акцент на том что внешний контекст библиотеки как и других учреждений культуры меняется очень быстро доминирует в обществе бизнес-логика направленная на извлечение прибыли и очень сильно трансформируется среда влияя на пользователей и учреждения культуры поэтому времени для раскачки чтобы вписаться в эту среду остается все меньше Лариса Михайловна Магазевская продемонстрировала еще раз дух библиотеки имени Шаховского в своем выступлении показала что цифровые технологии могут стать могут рассматриваться источниками творчества и вдохновения она сказала о том что важно обновляться в режиме реального времени социальное время ускорилось и ну вот времени для ориентации для размышлений остается все меньше нужно очень быстро реагировать на складывающуюся ситуацию Андрей Викторович Лисицкий привлек внимание к проблеме техно-гуманитарного баланса и совершился в своем выступлении поворот такой от предшествующего дискурса к другому он сказал что не надо бежать за технологиями если стать интегратором то технологии можно позаимствовать у бизнеса и привел пример несколько библиотек в том числе библиотеку областную библиотеку Иркутской области имени Молчанова Сибирского Молчановку Ольга Витальевна Камкина сказала о том рассказала о том что в проекте техно-сайенс делается упор на цифровое просвещение на готовность к изменениям на сплочение персонала вокруг этого проекта и цифровой ветер по ее мнению дует в сторону изменения всех основ жизнедеятельности общества на этом я завершаю нашу экспертную встречу я считаю что она удалась мы немножко не выдержали регламент но наверное это не так страшно спасибо за внимание Аминь 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 Продолжение следует...